друзья приветствую вас это выпуск выходного дня давайте рассмотрим какие изменения в позициях 100 сфтси произошли как это будет влиять на движение на рынке на следующей неделе и посмотрим как изменились позиции на фарсе мвб и что ждет связи с этим российский рынок во вторник на открытие так давайте откроем данные в пятницу вечером выходят позиции нон коммерсов соответственно я так считаю что он коммерс они же спекулянты это наиболее рациональный индикатор который показывает куда будет движение на следующей неделе так то что касается алюминия здесь произошло у нон коммерсов снижение лангов если перейти на график алюминия это дневной таймфрейм здесь действительно получается картина когда от текущего значения вполне может развиться коррекционный откат движения и цель этого движения будет сюда в районе 2 2030 вот это произойдет в том случае если мы в начале недели пробиваем 2120 в целом по алюминию идет растущий тренд но вот эта двойная вершинка она скорее всего сработает и будет коротенький задер вниз с отработкой цели так далее то что касается меди по меди тоже режут ланге но действительно медь она достаточно существенно перекуплена в ожидании экономического чуда и на текущий момент делают ставку спекули на то что пойдет снижение нефти снижение меди так вот график по меди недельный таймфрейм действительно здесь находимся на хаях пошли разворотные формации и попытки скорректироваться но на самом деле пока не будет пробития 7600 7500 вот это все не более чем коррекционные откаты потому что медь еще не все цели наверху сделала соответственно напрашивается некое остывание движение вниз ну хотя бы на 8 тысяч четыреста пятьдесят вот сюда вот или возможно даже пониже но тренд на рост меди он пока не сломан то есть это как ситуация с алюминием похоже на какой-то коррекционный откат небольшой опять же в том случае если пробой 7500 это уже не будет небольшой коррекционный откат а скорее всего она будет проседать уже достаточно ощутимо так далее никель по нему я соты не нашел наверно они где то есть но это надо искать они у меня не под рукой сразу отберу дневной таймфрейм мощнейшая вот это снижение произошло но здесь совпал ряд факторов это с одной стороны накачка со стороны маска я на этот счет делал выпуск позавчера и с другой стороны то что начинают выплавлять никель с использованием пиро технологий то есть его будут не выщелачивать а будут восстанавливать и получать в основном использовать ферраните так называемый вот на фоне вот этих заявлений ну и также на фоне того что вы просто надули вот здесь вот пузырь надули он совершил коррекционный откат в принципе по никелю пока нет пробития 15000 14500 растущий тренд я считаю не сломан мало того судя по дневному таймфрейму весьма вероятно что мы подошли к той точке где будет коррекционный отскок цель этого отскока 18 418 500 вот сюда вот в этот диапазончик опять же здесь если будет на следующей неделе пробить 15750 то пойдет движение с тестированием этого уровня соответственно если этот уровень пробивается то некий будет сыпаться и существенно ниже но я считаю что пока на эту ставку делать ранее рано либо мы отсюда отскочим либо будет попытка движение на 14 500 и отбой с этого значения но если переживем нормально 9 марта потому что 9 марта 2020 года она привела к обвалу всего так друзья далее золото но по золоту произошло значительное снижение лангов золото и индекс доллара они во многом являются конкурентами и поскольку произошел такой рост индекса доллара то соответственно для золота но это не очень хорошо с другой стороны по золоту отработали цель 1694 особо сильно ниже не пошли и если не будет повторного задерга и пробоя 1694 1690 то вполне возможно что на предстоящей неделе золото будет консолидироваться вот если все-таки пробой повторный будет то по золоту мы увидим движение вниз и тут уже цель будет находиться в районе 1620 так далее nasdaq высокотехнологический индекс соединенных штатов но здесь мы с вами наблюдаем сдувание пузыря то есть неделю назад произошел разворот пересекли нулевую отметку из лангов спекулянты перешли в шорт и сейчас идет наращивание шартов то есть делают ставку на то что фан маг этот крупнейший компании высокотехнологические и соответственно весь nasdaq они будут все-таки проседать по природному газу ланге срезали ну зима холодная прошла и поэтому тут как ни крути спрос на газ немножко проседает так а вот дальше smp здесь обратная ситуация то есть если по nasdaq у делают ставку на то что у нас так будет проседать то по снг спекулянты делают ставку на отскок так но если проверять данные в альтернативном источнике по снг то здесь тоже получается он он коммерсов разворот из шартов вышли в ланге но здесь немножко другие цифры показывают так но и здесь тем не менее резюмируем по nasdaq у ожидают дальнейшей просадки то есть высокотехнологический сектор в то время как smp широкий индекс по нему ожидают что он отскочит и будет расти возможно даже движение наперехать так друзья далее серебро но по серебру картина она схожа с золотом на самом деле серебро это мост между золото и медью но как бы так и в таблице менделеева есть и в жизни потому что она и благородная драгоценная сейв хэван и в то же время это технический металл который очень важен в электронике в производстве солнечных батарей сейчас по серебру тоже есть ставка на проседание ланге немножко подрезали чуть позже более детально посмотрим на графиках там дело в том что по золоту по серебру немножко более такая картина на требует детального рассмотрения в отличие от меди никеля где достаточно просто понимание движения так ну канадский доллар цветет и пахнет но с таким ростом нефти это вполне прогнозируемо далее японская иена вот здесь по японской иене все-таки ванги срезается резалит ланге то есть пока еще здесь видимо укрепление нету тренда так далее то что касается рубля по рублю нарасти лишь арты ну как нарастили здесь на самом деле все эти флуктуации идут в районе нуля и поэтому с моей точки зрения является критерием изменения движения либо значительный рост позиции или пересечения нулевой линии то есть из плюсов минус или из минусов плюс поскольку несущественного роста позиции не произошло ну то есть так чтобы десятки стали тысяч не произошло пересечения нулевой линии поэтому я считаю что в данном случае это индикатор для рубля он не информативен так ну и далее евро доллар евро доллар здесь ставка на то что евро будет к доллару проседать но такое вот донышко куда события могут завести это одна целая 16 но это совсем был бы достаточно суровый такой вариант есть и промежуточные уровни и я думаю все таки на предстоящей неделе наверно до 116 не дойдет хотя посмотрим онлайн ситуацию так друзья давайте еще посмотрим платину и депо ладить так папа ладью нон комикс и делают ставку на то что паладий будет расти по нему ланги по нарастили но если действительно если переходить на график дневной таймфрейм папа ладью мы подошли на локальный сильный уровень если здесь не будет пробоя вот этого диапазона 2320 2283 то он на предстоящей неделе отскучит от нижней границы и цель движения здесь будет 2400 вот сюда опять же если он переходит в эту область ее пробивает то здесь наиболее вероятность сценарий движения на 2200 вот сюда но позиции нон комиксов указывают на то что движение пойдет вверх по ладью но кстати по никелю по никелю если смотреть график никеля там схожая ситуация но сфтси по никелю я не отслеживаю так друзья далее платина по платине у нон комиксов ставка на снижение ланге немножко сократили но если ориентироваться на недельный таймфрейм по платине то необходимо движение на 1095 1100 вот сюда вот и уже отсюда вполне как бы после накопления может произойти следующий отскок цель следующего отскока это движение на 1430 но если опираться на дневки по платине то здесь дневной таймфрейм указывает на то что разворот вероятно произошел и будет коррекционный отскок на 1214 сюда вот зеленая линия это произойдет если в понедельник-вторник будет пробита 1150 если она пробита не будет то переход тому сценарию который нарисован на недельном таймфрейме так друзья но все 100 сфтси я считаю достаточно давайте посмотрим что там по фьючерсам на российском рынке на форте 8 марта понедельник выходной день соответственно мы выходим в поле 9 марта и так фьючерс на индекс ртс здесь ставка на то что будет консолидация на достигнутых значениях ну и может быть небольшой коррекционный откат например на 144 500 или 145 тысяч опять же здесь зависит от того что будет с нефтью если во вторник нефть уходит на 75 76 то соответственно здесь но может быть потом во второй половине дня ли в конце дня за дерг вниз будет у нас на 145 144 500 но на выросшей нефти разумеется мы пойдем в район 150 151 тысячи так друзья далее сбербанк но сбербанк здесь ставка на то что сбер продолжит рост на горизонте 282 и случае закрепления 285 и потом движение на перехать газпром но по газпрому ставка на коррекционный откат такое вполне может произойти с учетом того что общем-то на газ немножко спрос просил опять же по газпрому есть волшебная линия 220 вот если он ее держит даже если короткий прокол есть то все равно его будут выкупать и он будет идти вверх потому что 250 там точнее даже по вам 256 есть не ошибаюсь цель никто не отменял норильский никель но смотрите норильский никель здесь ставка на то что он будет продолжать проседать хотя в пятницу он отскочил но надо четко понимать что ситуация с норильским никелем это не только шахты но еще и цена на некий цена на никель вроде бы собирается отскочить первый момент второй момент если анализировать медийную активность норильского никеля и руководителя то за последнюю неделю там просто она была фантастической вот я думаю что все таки на предстоящей неделе ситуация касательно того урона который нанесли катастрофы она стабилизируется будет ясность и на фоне того что никель возможно развернется мы увидим отскок и по норильскому никелю наверх отскок вот но про сильные уровни надо помнить то есть если они пробиваются и там начинается торговля то скорее всего акция или актив все равно пойдет вниз вот по норильскому никелю к сожалению 23000 пробитые поэтому находится он в таком достаточно неустойчиво положение вот но фундаментальный фактор тоже никто не отменял если сейчас новостной поток будет положительный действительно кажется что все там урегулировано плюс никель все-таки развернулся вероятность этого достаточно большая также позитивная динамика в палладии то вполне на этой неделе мы можем увидеть коррекционный отскок вверх по норильскому никелю как куда и что будет я сейчас не берусь об этом говорить мы будем смотреть онлайн рубль доллар фишечка здесь ставка на то что доллар будет к рублю расти но при таких ценах на нефть пока не совсем понятно каким образом это будет реализовано может быть будет реакция на как какую-то информацию по санкциям там например на госдолг или персональные санкции вот сейчас очень высокая волатильность как мы с вами видим и движение могут вполне как бы быть в данной ситуации даже против роста цены на нефть тем более как мы имеем возможность это ощущать на себе при такой нефти ну рубль доллар должен быть где-то в районе 70 а поскольку 73 выступает бронеплитой на споте там 73 с половиной по моему то здесь видимо есть факторы которые мешают раскрыть потенциал укрепления рубля но эти факторы они можно сказать санкционный на самом деле я думаю они кроются в экономике в ее положении в ее ситуации то есть санкции это просто некий триггер который эти механизмы запускают так друзья далее евро доллар здесь ставка на то что евро доллару будет проседать но здесь вот эти данные они как бы предполагаются на первый день торгов но соты сфтиси изменения позиции в евро долларе там в общем-то ставка на всю неделю что евро доллару будет проседать продолжать евро к рублю здесь ставка на укрепление рубля евро британский паунд к американскому доллару здесь ставка на то что фунт будет проседать нефть но вот здесь вообще как бы очень интересная картина возможно даже уже заходил волшебный физик со своими дух со двухстами тысячами вот но пока не до конца это ясно здесь поскольку шар ты срезали ставка на то что нефть будет расти продолжать то есть не за горами движение на 75 76 но опять же с моей точки зрения вот это движение в нефти который сейчас идет это добивание шартистов опять же это моё субъективное мнение как только шартисты закончится сразу будет коррекционный откат существенный серебро здесь ставка на проседание серебра во вторник когда будет торговая сессия золото вот здесь как ни парадоксально ставка на то что будет консолидации попытка отскока природный газ ставка на то что природный газ будет расти вот на самом деле как бы если оперировать сотами safety си там ожидают продолжение того что будет либо консолидация либо какое-то снижение цен на газ так плате на здесь ставка на вторник что цены на плате но будут снижаться но палладий мне кажется не рассматривать смысла нету поскольку здесь такое количество позиции что она не показательно так друзья ну вот все основные моменты сутки софте 7 металлы позиции на фарсе ммвб спасибо за внимание если вам понравилось подписывайтесь на мой youtube и на мой телеграм-канал хороших выходных всех женщин с наступающим 8 марта счастливо